привет друзья и с вами я михаил шилов автор проектов 3w буду шин точка ру 3w буду блог точка ру и 3w макивара точка ру в этом видео подкасте я хочу рассказать вам об одной полезной мелочи которая может очень сильно но облегчить вашу жизнь с тренировочную это вот такая штучка что это такое на самом деле эта штука мне знакома с самого детства когда-то когда я был еще ребенком совсем юным мальчиком маленьким то мама мне такую штучку давала тогда когда мне был насморк это на самом деле карандаш так называемый нюхательный карандаш вот в моем детстве у меня находилась какая-то ватка в этой ватке было масло не верит ватка была пропитана каким-то маслом с эвкалиптом мятой чем-то еще таким был он такого желтого цвета раза в два потолще чем этот вот и не знаю насколько хорошо это помогало против насморка но тем не менее вот такое было это средство и сам в детстве эту штуку больше не видел когда то есть когда учился в институте школу закончилась в институте потом работал не встречался то ли болел мало ну и лечил если на 40 у меня был то какими-то сосудосуживающими средствами и было мне не до таких карандашей а вторично столкнулся я с ними уже в таиланде вот это кстати тайский карандаш и применялись они там совершенно по другому назначению насморк там ими не лечили очень мало кто болеет насморком тепло хорошо вирусное заболевание можно поймать конечно но вот сколько я ездил это больных людей там особо не видал и сам ни разу не заболевал плохо что называется вот а применяются там они совершенно для другого для чего же именно там очень жарко и поэтому даже просто когда сидишь вот так вот уже жарко ваш температура достигает часто там 36 39 градусов а еще в такую погоду приходится тренироваться тренироваться серьезно я езжу на тренироваться тайским боксом и температура конечно так это ощущение такое что тренируешься в бане реально особенно если это происходит в сезон дождей когда воздух ну реально влажный то есть кажется что после дождя стал немножко посвежей на самом деле влажность еще больше делается воздуха и на самом деле становится еще более душной и нагрузка на весь сердечно-легочный комплекс очень высока к этому конечно очень быстро привыкаешь но тем не менее когда тяжело то это тяжело так и должно быть когда жарко так вот есть два способа как-то подсвежиться и оба эти способы то есть применяют очень активно один способ для нашего человека для нас да то есть абсолютно понятен там у них в кэмпах стоят ведра с водой и со льдом и вот после каждого раунда подходишь туда и тебе на шею на голову льют эту ледяную воду есть очень большое искушение эту воду выпить очень мало кто может заставить себя и не пить и до гладками большими а просто подплоскать рот и все такое прочее поэтому кто-то собой просто буду носит чтобы эту ледяную воду не пить а пить просто свою принесенную но есть еще способ один очень хороший вот мне очень понравился это вот эти карандаши фактически наверно это сродни тому как если понюхать на шатырный спирт но на шатырный спирт абсолютно противная да то есть он конечно очень сильно прочищает мозги сам стимулирует тонизирует но это очень резко и крайне неприятно а вот эти карандашки они полезны запахи у них принципе очень сильно напоминают те карандаши которые были моим детстве то здесь тоже есть эвкалипт есть наверное мята на на евгенол еще какие-то ну и гладичное масло а еще там отдушки какие-то ну и по запаху он гораздо приятнее и свежий очень бодрит мозги прочищает просто капитально и когда после очень тяжелого раунда который уже 15 наверное да по счету прям голове туманится до от жары и от такой большой нагрузки открываешь такой карандашик и и сразу становится хорошо можно продолжать действовать дальше вот такая штучка очень рекомендую на самом деле она полезна всем кто занимается кроссфитом на улице любит заниматься да кто занимается бегом зимой но несколько не так эффективно почему вот когда я на герман ночной лыжах катался воздух и так морозно зачастую а эта штука она она как холодок она морозит слизистую носа для это ощущение вот такое сам свежести и действует из-за вот это вот чувство холода мороза да ну на слизистые носа еще рефлекторно действует сам бодрит как умывание холодной водой с утра как когда вы почистили зубы сильно ментоловой пастой гремят и много бодрит и здесь это бодрит точно так же зимой воздух и так сам по себе бодрит не будет эффективно так а вот летом очень хорошо действует также я могу порекомендовать его и тем кто спортом не занимается а тем кто занимается там в огороде там какие-то трудом на улице вот велика вещь чтобы не хлистать в значит воду литрами чтобы не пить ее столько сколько не надо потому что это будет удары по сердечно-сосудистой системы которой так сильно перегружена потому что у вас очень сильно вырастет объем циркулирующей крови также это будет удар и по венам большой очень опять же потому что будет а ck высокий чтобы пить поменьше а чувствовать себя бодро и свежо вот рекомендую этот карандаш для велосипедистов для тех кто занимается боевыми видами спорта кроссфитом неважно чем если нагрузка физическая большая вам жарко используйте очень рекомендую удачи ну и маленький по скрипту он такой . устроен карандаш да я про на что рассказывал что там была какая-то ватка смысле войлок да и этот войлок был пропитан каким-то маслом и ненадолго хватало то есть чем открываешь его чаще тему больше пробил чем он больше выветривался и собственно говоря все здесь немножко по-другому сделано крышечка да смотрите крышечка снимается и здесь еще разве чути здесь вот содержится такая штучка то есть капсула не находится масло но довольно много довольно много а это вот штука это просто сам ингалятор который находится дырочки и фильтр все свинчивается вот эти штучки кстати у них а в таиланде продаются они меняются там разные запахи можно делать вот на самом деле настолько дешево что проще купить и не менять ничего закрутил все и все готово к употреблению поэтому если кто-то из ваших родственников с друзей или вы сами эти в таиланд обязательно купите штучек 10 это и хороший подарок сувенир и вообще для себя пригодится то есть его вообще хватает надолго вот такой-то одной из штуки если вы не потеряете и хватит на полгода а может и на год даже вот если потеряете на копейки стоит я покупаю сразу много у меня а в каждом кармане лежит то в чем я тренируюсь во всем этом вот это все дело находится еще благодаря тому что вот эта капсула где масло находится она закрыта как бы шариком таким вот то были случаи когда вот эта штука так как у меня везде в одежде везде все лежит это попадало в стирку в стиральную машину так вот вода не попадает туда и масло оттуда не вытекает то есть она не пачкает одежду стирающиеся и не разбавляется масло водой со стиральной машины к тому же она и так еще сама по себе закрывается герметично так что вообще шикарная вещь пользуйтесь ну и самый последний момент вы же конечно понимаете что не не всегда это карандаш должен быть обязательно тайским да я не ярый поклонник там такой таиланда чтобы рекламировать там все только тайская тем больше никакой рекламы да просто начнет галлюзационный карандаш все какой он будет марки фирмы производители это совершенно не важно главное чтобы бодрило вот и все но еще хочу дополнить один маленький момент и не всегда даже это должен быть и карандаш вот опять же в том же самом у нас в таиланде есть и с другой вариант у них есть просто баночки да мы закрыты крышечкой баночки напоминают очень сильно баночки из-под детского питания в котором находится пюре ну так пробочка другая немножко будет так эстетично выглядит и вот этой баночки находится масло и в нем плавают какие-то корешки вот как раз всякие вот те которые пропитывают это масло там только масло там его масло со спиртом вот эти корешки вот и сверху это уже все закрыто мембраной толстый такой достаточно из какой-то тоже то ли кокосовой стружки то ли еще чего-то баночку скрывают крышку из этой баночки не все вот такой вариант у них есть он еще более дешевый чем этот а выглядит интересно потому что за эти корешки то они придают какой-то национальный колорит а есть еще один способ вот это на постоянно нюхать да то есть раз понюхал два понюхал после каждого ран после каждого раунда надо бегать там и надо подходить открывать там все да предположим вы занимаетесь чем-то вот у вас перчатки на руках вы снять не можете их вам предстоит спит такой из нескольких раундов в раундах пяти шести пусть из трех даже и перчатки снять не может чтобы понюхать вам нашим кто-то это делать сделал на таиланде вот там подходит тренер баночку раскрыл дал понюхать все хорошо а если это надо делать самому я сам придумал способ другой на самом деле в таиланде для всех вещей вот таких вот с их не со спортивной медицины связано для бальзамов мази и вот всяких нюхалок масел используются одни и те же по всей видимости одно и то же растительное сырье то что пахнет одинаково практически все очень похоже ну только нюансы какие-то на самом деле есть еще прекрасный способ от продается у них там это тайская мазь и бальзамы зеленый красный желтый там всякие да вот как средство выбора когда надо чтобы это действовал долго я очень придумал такую штучку берешь чуть-чуть этой мази этом зеленый бальзаме сам брал буквально с головку спичную и просто на мизинец и мажешь со слизистую нос потом я узнал что они сами так делают но этого не видел ни разу на когда не увидели как ты делу я и сказали мы тоже так делаем да вот особенно тренера так делают ну правильно они там а в кемпе по 8 часов работают до постоянно падает держат сами работают то есть для них актуально это дело и вот тогда спокойно три-четыре раунда работаешь все это дело действует вот тут единственный важный момент не надо злоупотреблять количеством если много намазать то в носу все просто гореть будет да это все равно что вьетнамским этом бальзамом ну звездочкой взять и намазать нос внутри хотя именно таким же способом тоже в мое время в детстве лечили насморка то есть брали эту звездочку вьетнамский бальзам и чуть-чуть мазали слизистую нос вот так вот так что и этот способ тоже можно применять кстати вот вспомнилась наверно вьетнамским бальзам для этой цели тоже может подойти вот вам еще одна рекомендация все хорошо на колокольчик обож de médi geорadow на колокольчик об Chopin самое спасибо очень вы s Продолжение следует...